Значит, смысл в чём? Что перед вами сидит самый неэффективный, непродуктивный человек. Ну вот с точки зрения науки об эффективности и продуктивности. То есть вот если читать какие-то труды на эту тему, как быть эффективным, продуктивным, как планировать свой день, вот эти все вещи, какие-то фишки, секреты, планирование, секреты, как вызвать мотивацию, подобного плана. Вот в этом плане я вообще никогда не находил себя в этом. Ни в планах, ни в какой-то искусственной мотивации. Вот как-то у меня не получалось. Но это мне не помешало создать свой бизнес. И я думаю, не помешает ещё что-то сделать. И секрет очень простой. Секрет на самом деле простой, что когда ты что-то любишь делать, когда случается с тобой увлечённость, то в этот момент, когда тебя прёт, буквально прёт какая-то тема, твоя концентрация на этом процессе, она случается автоматически. Тебя оторвать сложно, понимаете? То есть там другая проблема. Как оторвать себя? Как оторвать себя от любимого дела, от этого потока, от этого творческого процесса? И вот моё наблюдение и правда заключается в том, что все реально настоящие крутые штуки, крутые проекты делаются в таком состоянии. И исключительно в таком. А вот эти все системы механистического, типа притягивания за уши себя, надо, должен, обязан что-то делать, вот мне нужен результат и надо заставлять себя. У тебя энергии нету, понимаешь? У тебя нет энергии. Ты себя пытаешься посадить. Надо, надо. Сегодня нужны результаты, понимаешь? И вот если ты так живёшь и давишь себя, вот энергии-то нету, у тебя что-то интереса нету сейчас это делать, а ты делаешь. Тогда ты видишь, что у тебя не получается, да? Тебе нужны результаты, у тебя не получается. И тогда ты бежишь на эти тренинги по личной эффективности, начинаешь читать эти все умные книжки, да? Что мне сделать, чтобы у меня появилась энергия? Пойми меня, пожалуйста. Ну, я такой разрушитель в этом плане мифов, да, каких-то. Пойми простую вещь, что тебе надо найти, где ты увлечённый, всё. Понимаешь? То есть тебе не надо искать какую-то схему, как тебе научиться там вызывать искусственную мотивацию и заставлять себя работать. Ты на этом не протянешь долго. Даже если ты изучишь это, даже если ты внедришь в свою жизнь, ты же не машина, понимаешь? Ты не машина. Ну, ты можешь, типа, косить под машину, делать вид, что ты машина, но на самом деле ты живое существо. И вот у меня было в детстве, да, я всегда вот наблюдал за собой, как мне удавалось в детстве там, например, создавать какие-то роскошные вещи. Но очень часто взрослые восхищались моими какими-то продуктами в детстве, да. Я вот в детстве, например, такую штуку раскопал. То ли я где-то подметил, то ли сам придумал. Короче, брал пластилин и лепил из пластилина кирпичики. Знаете, то есть такая работа как бы кропотливая достаточно. Сначала ты лепишь кирпичики, то есть делаешь много-много этих кирпичей. А потом из этих кирпичей строишь замок. То есть ты его не просто из пластилина лепишь, а вот сначала эти кирпичики надо все вылепить, да, потом этот замок. И я там возводил такие замки, потом мама приходила с папой и такие... Ну, понимаете, да, то есть у них вызывало это восхищение, умиление, восхищение и так далее. Там я также любил из картона делать какие-то вещи. То есть я брал картон и как-то там чертил на нем, все это вырезал, да, и потом склеивал. Потом ходил, у меня мама работала на деревообрабатывающем комбинате какой-то период в жизни, да, ходил к ней там, брал у нее шпон был такой, да, это такое тонкое-тонкое дерево, короче говоря, они его специально делают для облицовки мебели. И вот я брал этот шпон, из этого шпона потом что-то вырезал, короче, наклеивал на этот картон. И потом у меня такие замки получались, ну, как реальные. Я один раз даже в школу там, ну, что-то у нас какой-то урок был, да, и я принес на этот урок, и все увидели, такие, ну, ты даешь, да, типа. Как это происходит вообще? Как у меня это получалось? Я был маленький, я не знал никакие системы эффективности и продуктивности. Вот не знал, не читал никаких книг, а брал и делал это просто. Какой секрет? Я был этим увлечен, я это любил, я просто вот мог там, не знаю, часами сидеть, и меня как отключало от всего остального. Но вам это известно, да? Если вы сталкивались с этим в своей жизни, напишите плюсик какой-то там, или что-то типа того, да, что есть какие-то дела, которые вас захватывают. Есть у вас какие-то дела, или может были какие-то дела, в которых вы теряетесь просто. Понимаете? Вот как-то бац, попали туда, и хопа, и уже часа нету там, за как 10 минут пробежали. Есть это вот у вас такое в жизни, было когда-то? Не всегда полезно, это второй момент уже. Вот, знаете как, я вам скажу вот так, что эти состояния присущи любому человеку. Любому человеку. Но не всем эти состояния удается распознать вовремя и сохранить, особенно в детстве. Вот в детстве, если что-то происходило в вашей жизни, вас очень сильно загоняли в какие-то рамки, да, надо, должен, обязан, очень часто вас могли отрывать от этих состояний, и вы как бы, ну как это сказать, не успели в них укорениться что ли. Понимаете? То есть вот у многих людей есть такая трудность. То есть, как бы не успел укорениться, не успел распробовать эти состояния. Знаете, как маленький ребёночек, он же растёт постепенно, и разумность его постепенно повышается, да, и осознанность тоже постепенно, его способность распознавать какие-то моменты. И вот если до определённого возраста ему всё-таки давали эту свободу, делать то, что он любит, играться как-то, интересоваться, да, то он всё-таки это распознаёт в какой-то момент, и он потом это уже не забудет никогда. Он будет тянуться к этому. И вот так произошло в моём случае, я всегда к этому тянулся. Поэтому личная эффективность, продуктивность и самоорганизованность, она случается, ребята, с вами, в том деле, которое вас увлекает, которое вы любите. Она там случается. Да, можно почитать что-то, можно, в принципе, какие-то вещи, какие-то основные понималки иметь, да, в теме там личной продуктивности и эффективности. Но в любом случае, они автоматически как бы будут срабатывать в том деле, в котором вы увлечены. То есть там, где вы в потоке, там оно как-то автоматически само работает всё. То есть за уши не надо притягивать, не надо себя мотивировать. То есть эта мотивация, она не внешняя, понимаете? То есть не внешняя мотивация. Внешняя мотивация, то есть тебе, ну, как-то вот на что-то надо смотреть и пытаться что-то вызвать, какие-то эмоции. Есть совершенно другое, внутренняя мотивация. Вот я сегодня проснулся, знаете, такой выспавшийся, такое хорошее настроение, и бац, и вот как оно приходит. Сейчас надо провести перископ. Вот приходит просто. Зачем мне его проводить? Блин, я какую-то цель преследую сейчас? Да нет вроде. Ну вот не могу не проводить. И сразу думаю, так, а на что провести? И как-то вот, знаете, я как будто какой-то ретранслятор. Бац, и сразу появляется идея. Вот какая-то идея появляется. И просто включаешь этот перископ и начинаешь ее развивать. Понимаете? Вот оно вот так работает. Я сейчас провожу этот перископ, вы думаете, я там себя давлю как-то, да, у меня какая-то схема есть сейчас, как мне нужно его продуктивно провести. Да нет, вот как-то оно само происходит. То же самое в моем бизнесе. Когда я создавал свой бизнес, там очень было многих, много вот этих вот увлеченных, интересных состояний. То есть я прям растворялся в этом. Понимаете? Растворялся. И вот в этих состояниях все делал. А потом, когда уже была система, да, и когда уже много было вещей таких достаточно сложившихся, инертных, вот там началось это. Как мне это сделать? Вроде не очень хочу делать, но надо. А что там, клиенты и так далее. Понимаете? И вот там начался этот внутренний конфликт. Развитие этого внутреннего конфликта. Вроде уже что-то как-то не хочется делать, а надо. Уже все систематизировалось. И я очень долго выходил из этой ситуации за счет делегирования. То есть я терял интерес к какой-то деятельности, да, в своем бизнесе. Ну и что делать? Бизнес уже работает, уже. Я делегировал. Приглашал другого человека. Но там другая проблема появилась. Зависимость от этих людей. Теперь ты зависим. Как бы вот он тоже увлекается, прет, и он это дело делает. В какой-то момент потух. Нового найти целая история. Понимаете? То есть и вот оно начало усложняться, усложняться. И в какой-то момент очень тяжело. То есть эти потоковые состояния просто закончились. Понимаете? Это вот еще одна из причин, почему я там в том числе закрываю свой бизнес. Закончились потоковые состояния. Ну вот это вот как бы спонтанная увлеченность, увлеченность, ну не возникает она больше. Понимаете? Если этого нет, а любовь, вы не можете себя влюбить во что-то. Вам часто могут продвигать эту тему, типа влюби себя. То есть полюби то, что ты делаешь. Не можешь полюбить. Ты можешь в любви что-то делать. Вот если ты любишь, увлечен чем-то, ты можешь это делать. Но если ты остыл к чему-то, да, то есть ты остыл уже, ну тебе, ну не любишь ты это. Ну как ты себя можешь влюбить? Ты можешь только что-то искусственное делать, типа вот мне нужна эта цель, и я всё-таки буду заставлять себя ради этой цели как-то там, ну вот заставлять этим заниматься себя, да? Не работает, ребят. То есть, ну побудете в этом, очень быстро обнаружите, что это напряжённо, что-то стресс начал возникать, вы сами себя ломаете, как бы, да? То есть какое-то внутреннее сопротивление нужно преодолевать. Знакома же вам эта вещь, да? Вы садитесь что-то делать, а вот, блин, какое-то внутреннее сопротивление, себя надо как заставлять, ломать, что-то придумывать, думать о цели в этот момент, да? Думать о цели. Так вот, я смарт-респондер так не делал. Вот, ну чтобы вы знали, я не делал. И я больше вообще не готов так что-то делать. Я всегда делал самые классные вещи на увлечённости, на любви. Вот у меня просто случается какое-то увлечение в жизни, я начинаю в этом развиваться, начинаю что-то изучать, пробовать, экспериментировать, и я делаю, пока меня прёт. Понимаете? Пока прёт. И у меня было много начинаний, много разных проектов, я их делал, пока меня прёт. Потом перестал опереть, закрывал. Вот так вот, вот так постепенно приходит всё, что вы хотите там найти в жизни, так приходит. Если вы хотите это найти в процессе счастливой жизни, да, и увлечённой какой-то, ну чтобы вам не надо было ломать себя. Понимаете? Оно вот так работает. Поэтому месседж такой, личная эффективность, продуктивность. Это, конечно, всё здорово, но если вы не любите то, что вы делаете, если там не случилось творческое состояние потоковое, да, в целом нет любви к этому, вот чтобы глазки горели на это всё, именно на сам процесс, то никакие результаты это не вызовут. Ну чтобы вы знали, да, то есть цели будущие и результаты не вызывают подлинную мотивацию. Подлинная мотивация, она случается изнутри. Вот случается, просто наваждение какое-то находит на вас. Вы с чем-то сталкиваетесь в жизни, и вот на вас нашло что-то. Вы чем-то увлеклись. И если вы начнёте с этим сотрудничать, с этим внутренним интересом, потоком, то там-то и начнёт всё раскрываться. Понимаете? И так как многих людей от этого отлучают с детства и переводят в эту, ну как бы, модель рабов, да, ты должен, не важно, как ты себя чувствуешь, не важно, увлечён ты этим или не увлечён, есть поток, нет потока, греби весла, да, ты в галере, и тебе надо, чтобы выжить, чтобы получить сегодня ужин свой, да, тебе нужно хорошо грести. Ты робот, робот по гребле весла, да, вот, ну, есть такой подход. И тебе тогда могут давать какие-то модели эффективного, продуктивного, как это, движения весел, да, вот как тебе грести эти весла. Но в целом в этом счастье у тебя, как бы, самореализации не будет. Поэтому тебе ещё одна подсказка, ориентируйся на свои увлечения, интересы. Это тебя не подведёт. Рано или поздно эти интересы, эти увлечения, если ты с этим сотрудничаешь и развиваешься там, они тебя выведут, ну, условно говоря, то, что называется твоё предназначение. Предназначение не находится через цели. Не находится. Предназначение — это то, что с тобой изнутри случается, как бы, да, это то, что идёт из души. Это не идёт извне, как бы. Внешние обстоятельства тебя могут как-то включать, интересовать, что-то может тебя натыкать на то, что внутри тебя вспыхивает какой-то интерес, какая-то увлечённость. И вот на этой энергии, подлинной энергии, да, это энергия души, энергия твоей любви, вот на ней создаются все самые классные, качественные вещи. Вот такой секрет. Ну, это типичный вопрос. Как можно откопать такое дело, в котором ты увлечён? Его можно откопать, если ты будешь чувствительный, если ты будешь двигаться за своим увлечением. Понимаешь? То есть, фактически сейчас основная масса людей, она двигается не за увлечением. Она двигается за результатами, за тем, что надо делать, там, деньги нужны и так далее. Понимаешь? То есть, если ты движешься за целями, просто вот тебе что-то там надо достичь завтра, это как бы одно, да? А двигаться за увлечением, за интересом, это другое. В принципе, противоречия, ты со временем увидишь, что противоречия никакого нет. Ты можешь зарабатывать деньги, достигать свои цели в том, что ты любишь. Но всё правильно. Тебе кажется, что ты ничем не увлечён. Потому что ты очень долго гонялся за целями и предал свои увлечения и интересы. Понимаешь? И ты попал как бы в жизнь, где ты очень типа пытаешься быть продуктивный, эффективный, организованный ради целей. А вот эти вещи, ты как бы перестал их ценить, чувствовать. И поэтому тебе нужно всё, что нужно сделать, это всё сильнее возвращаться в то, что ты реально чувствуешь как интерес, как некий, ну вот этот момент первый, вот ну интересно тебе, интересно. То есть, обращай внимание не на цели, а на процесс. Понимаешь? И естественно, я сразу тоже не знал, чем я буду увлекаться потом. Понимаете? Никто не знает этого. Но должна быть определённая свобода для экспериментов в твоей жизни, пространства, где ты всё-таки пытаешься нащупать заново сам себя, контакт с собой. И что тебе интересно, что тебя увлекает. И всё-таки потихонечку восстановить заново вот эту вот свою связь с подлинными интересами и увлечениями. Ну а как иначе? Понимаешь, ты эту связь оборвал, тебя перевоспитали, скажем так, не обращать внимания на эти вещи, обращать внимание на другие. Там на деньги, на статус, на какие-то достижения завтра, да. Ну вот тебе нужно потихонечку вернуться обратно в твою подлинную жизнь. Не воспитанную, а в подлинную. А подлинное твоё — это вот увлекаться чем-то, интересоваться и развиваться там. Заранее как найти? Ну, схемы-то нет, что ты опять хочешь какую-то схему, план, да, или что ты хочешь? Ну вот, для меня всегда главным была зарплата. Типичная. Это типичная, это массовая типичная история. Понимаешь, люди как роботы ходят на какую-то работу, исполняют какие-то однообразные, совершенно неинтересные, не увлекающие их задачи ради того, чтобы получить результат. Ну, ты пойми, вот почему у тебя там большого-то результата не получается? Чтобы получить большой результат, нужно много энергии, понимаешь? То есть, чтобы, ну как бы, что-то действительно сделать большое, интересное, тебе нужно много энергии. Вот эта зарплата, которую ты получаешь в конце месяца, она тебе не может дать много мотивации и энергии. Понимаешь? Даже если бы ты зарабатывал ещё больше, всё равно в деньгах ты мотивации не особо найдёшь. А вот в увлечённости, в интересном деле, в том, что ты любишь реально делать, ты найдёшь очень много энергии и очень много мотивации. Да. Энергии тебе не будет хватать, потому что у тебя нарушен контакт с душой. Энергия на такие вещи приходит и из души. Понимаешь? Не из пищи, не из каких-то морковок завтрашних. Она приходит из твоего духовного центра. Вот именно то, что по-настоящему шедевральное ты можешь создать, оно приходит только от души. Но вот ты мне зачем это всё повторяешь? Я уже тебя понял. Пытался заставить себя полюбить. Перестань этим заниматься, пожалуйста. Ты не можешь себя заставить полюбить. Любовь случается. Понимаешь? Внезапно случается. Интерес случается. Тебе для того, чтобы это случилось, нужно иметь больше изменений. В большей области смотреть. И быть более чувствительным. Понимаешь? Ну, щупать, иначе говоря. Искать, что вызывает интерес. Что вызывает увлекательный процесс. Обращай внимание на это. Ты всё время обращал внимание на деньги, на результаты, заморочен на будущее. А теперь тебе надо обращать внимание на то, что тебе реально интересно. И признаваться, а что неинтересно. Понимаешь? Научись быть честным с собой. Вот всё, чему я учу. Честность в отношении своих чувств. Распознавай это. Ты куда-то ходишь, работаешь. Тебе как там? Ты увлечён этим? Если не увлечён, какого хрена ты там делаешь? Уходи оттуда. Ищи зарплату свою там, где ты увлечён. Я же не против, чтобы ты деньги зарабатывал. Просто зарабатывай их там, где ты реально теряешься в работе. Знаешь? То есть там так интересно, так здорово, что ты просто теряешься в этом. Тогда уже очень часто... Вот почему я всегда, когда я брал работников себе, я всегда брал именно таких людей, увлечённых. Я сам увлекающийся, и я их быстро просекаю, таких же. Понимаешь? Я никогда не брал вот этих вот людей, которые ради результатов, ради денег работают. Никогда не брал их в команду. Ну как, у меня было несколько опытов. Я просто пропустил пару раз, потом распознал, что это достигаторы. И с ними была куча проблем. Они меня предавали. Они меня часто предавали. Кто-то больше денег там начал платить, и они ушли туда. Понимаешь? Там, где платят больше денег. А когда берёшь увлечённого человека, с огнём в глазах, который просто в творческом процессе всё это делает, для него деньги – это второстепенный фактор. Всегда. Понимаешь? И я эту фишку с персоналом давно распознал. Что мне нужно брать людей, увлечённых своим делом. В первую очередь с огнём в глазах, чтобы они любили всё это, что они делают. А во вторую очередь уже навыки, профессионализм там и всё остальное. И когда я вот таких людей начал брать, команда начала классно работать. Просто людей не надо запинывать в результаты. Они любят то, что они делают. Увлечены процессом. Поэтому им достаточно просто, ну как, сориентировать их, указать какие-то там, вот куда мы движемся и всё. Как это должно выглядеть. А всё остальное они делают на любви своей, на творческой энергии. Понимаешь? Поэтому тебе важно просто перекалиброваться. У тебя система ценностей ложная. Ты можешь быть слишком ориентирован на цели, на результаты, на эффекты, на эффективность. То есть ты слишком ориентирован на эффекты. А я тебя переориентирую на увлечённость к процессу, на любовь к процессу. Сделай это самым важным. И нащупывай потихонечку. И конечно это постепенный процесс пробуждения. Можно сказать, ты спал там в чём-то, в каких-то идеях неправильных, да, и страдал. А теперь тебе надо потихонечку перекалиброваться, как бы, и проснуться в твою подлинную природу. Творческую, увлечённую. Понимаешь? И когда ты будешь увлекаться чем-то, там автоматически с тобой будет случаться эффективность, продуктивность, и самоорганизованность. Потому что когда ты делаешь то, что ты любишь, тебя оторвать тяжело, и ты уже смотришь, блин, как это сделать лучше. То есть как это сделать там уже лучше, в том, что ты любишь. Такой ответ. Давайте, может, ещё какие-то вопросы? Сердечки ставьте, пожалуйста. Сколько в среднем идёт пробуждения, если работать с этим каждый день? Вот ты опять действуешь как наёмный сотрудник, который действует ради результата. То есть сколько мне нужно времени? Я хочу знать заранее план, количество времени, чтобы получить результат пробуждения. Это не так работает. Неизвестно, сколько времени тебе потребуется, всё от тебя зависит. Насколько ты это ценным для себя сделаешь? Понимаешь? Насколько ты в свою увлечённость и любовь, какое-то восстановление контакта с собой, насколько ты это сделаешь важным для себя? От этого зависит срок. Чем более важное для тебя это, тем быстрее это будет происходить. А если ты живёшь как робот, ты такой продуктивный, эффективный ради результата, а это для тебя совсем не важно, то, что я говорю, это очень долго будет происходить. Не открываю я пока ничего. Закрываю старое пока. Нельзя открывать новое, не закрыв старое. Нежелательно, очень нежелательно. Потому что новое может не то быть. Сначала надо от старого отсоединиться, а потом подождать, когда возникнет вот эта увлечённость, уже окончательно оформится, у вас что-то новое. У меня же нету такой проблемы, что мне срочно, срочно нужно побежать куда-то дальше. Нету такой проблемы. Да и в старом бизнесе такой проблемы не было. Что срочно нужно куда-то бежать, срочно нужно что-то достигать, срочно нужно что-то там зарабатывать. Такой проблемы не было. Понимаете? Иногда на меня омрачения нападали, там в плане результата. Но я всё равно быстро распознавал, так чуть не моё, и возвращался в увлечённый процесс. Пока это увлекало всё. Ну вы думаете пока про вопросы, я тут отвечу. Человек написал. Всё, вопросы закончились. Если закончились, то будем завершать трансляцию. Ну давай, не давай. Любой вопрос давай. Что-то ты долго его пишешь там. Давай ещё чуть-чуть подожду, если ты не успеешь, то я уже выйду. Только что ты сказал, что нельзя начинать новое, пока не закончил старое. Можно ли вступать в новые отношения, окончательно не разрывав старое? Можно, но сложно. Вообще это не очень этично и не очень правильно. Нет, ну если ты их фактически, не юридически, а фактически старое отношение закончил, то всё, это и есть окончание отношений. Юридические моменты, это уже неважный момент. Тебе фактически нужно с женщиной, если ты, я не вижу мальчик, ты или девочка, или с мужчиной, прийти и поговорить окончательно. Всё, мы расходимся. После того, как это уже стало известно, обоим, всё, ты как бы открыт в новые отношения. Но если ты ещё не поговорил, но вступаешь в какие-то новые отношения, то ты как бы находишься в состоянии вне этики. То есть ты нечестно поступаешь с тем человеком, с которым ты уже имел отношения. Понимаешь? Поэтому очень важно честно всё. Ну, честно говорить как есть. Если с кем-то уже не видишь отношений, уже очевидно оно кристаллизовалось и оформилось, что вот здесь ты не видишь развития этих отношений, тогда надо честно сесть, поговорить, всё, давай расходимся. И не важно, кто инициирует там, это не важно кто. Ну, просто обои уже начинают чувствовать, там кто-то просто решается закончить это. Потом открываешься в новые отношения. Без проблем. Но когда ты открываешься в новые отношения, очень важно, вот очень важно договариваться. Ты там, например, у тебя были старые отношения, и очень часто просто люди какие-то вещи пускают на самотёк. То есть ты, у тебя какая-то девушка там или парень, да, и ты входишь в отношения, и ты не говоришь о том, что является для тебя самыми важными вещами. Вот это очень важно обсудить с самого начала. Ну, где-то там уже начинают эти отношения формироваться. Тебе важно просто сказать партнёру какие-то вещи, которые для тебя очень важны, которые ты не можешь предать, не можешь иначе. Твой партнёр должен знать это. И вообще в любых отношениях должна быть предельная откровенность. Что-то не устраивать, сразу надо говорить. Понимаешь? Что-то только чуть-чуть не устраивать, не надо обижаться, не надо заглатывать. Мгновенная откровенность. Мгновенно надо проговаривать. Понимаешь? Вот. Вот это очень важное отношение. Откровенность, искренность, сонастроенность, недопущение накопления каких-то вещей. Потому что если что-то начнёт копиться, опять разрушатся отношения. То есть искусство отношений заключается в полной честности, в предельной искренности и открытости обоих. Как только кто-то начинает закрываться и что-то там удерживать, всё, это начало он начинает копить. Начинает копить какие-то там обиды, заряды. И это приводит к тому, что рано или поздно он взрывается. Взрываются, и эти отношения завершаются. Или там серьёзные проблемы начинаются, поломки в этих отношениях. Вот лучший способ – это профилактика, чтобы не болели эти отношения, чтобы болезни не происходили в отношениях. Лучший способ – это профилактика. А профилактика – это полная искренность и открытость. То есть что-то не нравится, мгновенно говорить об этом. Обиды. Вот смотрите, что такое обида? Знаете, что такое обида? Вам кто-то что-то сказал, вы что-то испытали в этот момент и сразу не начали говорить об этом ему. И оно в вас застряло. Вот что такое обида. То есть вам что-то не подошло, какой-то разрыв произошёл. Разрыв реальности или, там, не знаю, разрыв affinity, может быть, да, или разрыв общения. То есть могут быть какие-то разрывы. И вы мгновенно не начали это улаживать. То есть вы этот разрыв не начали улаживать. Поэтому этот разрыв, он остаётся как заряд. И у тебя, и у него, или у тебя только. И потом эти разрывы накапливаются, накапливаются, накапливаются. И потом ты уже смотришь на этого человека и не испытываешь к нему любви. Тебе твои заряды мешают уже чувства искренне испытывать к этому человеку. Понимаешь? Ну это вот очень важно. Отношения этому учат. Отношения и любовь учат искренности, преданности, предельной откровенности. Пока ты не будешь таким в отношениях, у тебя с отношениями будет постоянно жопа происходить. Вот. Вот так вот. Ну что, какие-то вопросы ещё? Как распознать увлечённого соискателя? Они обычные интроверты и замкнутые люди. Не обязательно. Нет. Здесь, понимаешь, нет схемы. Тебе важно быть таким же увлечённым. И тебе важно быть чувствительным. И тебе важно чувствовать, как у тебя происходит коммуникация, да? Как у тебя происходит диалог с этим человеком. Есть ли резонанс глубинный. И также важно проходиться по ценностям. Холодильник включился, извиняюсь. Будет фонить немножко сейчас. То есть тебе важно смотреть, на что он делает приоритеты. У меня был целый список вопросов, чтобы выяснить его систему ценностей. Если он слишком напирает на результаты, на цели, если он слишком, как бы, такой вот, как это сказать, увлечённые люди, они подвижные, они, наоборот, открытые. Когда я увлекаюсь чем-то, да, и ко мне приходит увлечённый человек, и мы начинаем обсуждать какую-то тему общую, он увлекается этим, и я увлекаюсь. У нас, у обоих, вспыхивают в глаза. И мы очень хорошо друг друга понимаем. Понимаешь? И прям чувствуется, вот прям притягиваемся друг к другу, хорошая совместная реальность, быстро приходим к согласию, нет задержек общения, да, он не тупит, он не скрытный какой-то, не тормозит, как бы, да. И это, конечно, это приходит с опытом, это важно развивать в себе. Чувствительность, ясность понимания, кто перед тобой, насколько он резонирует, какие у него ориентиры в жизни, на что он опирается. Он больше опирается на увлечённость или он больше опирается на мысли. Понимаешь? То есть, есть люди, которые больше опираются на душу, на свой вот этот вот живой отклик в моменте, да, на какие-то свои вот энергетические моменты, да. А есть люди, которые очень сильно в уме сидят, и они опираются на схемы, на правила, на результаты, на достижения. Вот когда ты сам увлечённый, когда ты сам опираешься на подлинное, на душу, ты очень быстро таких же людей начинаешь распознавать. Ты просто видишь это, ну как это вот объяснить? Нутром чуешь, что такой же с горящими глазами пришёл. Такой же креативщик, как бы, да. И если ты сам такой не будешь, то к тебе такие люди не притянутся просто, понимаешь? Они тебя тоже распознают, что ты какой-то слишком серьёзный, слишком эффективный, слишком продуктивный. А творческие люди такую атмосферу не переносят. Да, пожалуйста. Понимаешь, то есть творческие люди, они любят творческую атмосферу, чтобы их не давили дедлайнами, чтобы их не напрягали. Потому что вот это напряжение, оно всё время выбивает тебя из потока. Да, тупишь, много тупишь. Те, кто очень такие роботичные, эффективные, продуктивные, они на короткой дистанции, типа, вроде всё хорошо делают, ну, как машины, да. Но с ними какая проблема? Нужен очень высокий контроль. То есть, им нельзя доверить задачу и надеяться на то, что они её сделают ещё лучше, чем ты хотел. робот никогда этого не сделает. Человек в таком состоянии, машины продуктивной, которая движется к целям, он будет делать вот как, и он будет требовать, вот это меня очень сильно раздражало всегда, требовать подробного плана, подробного технического задания. Ему нужна карта. Ему нужна карта, чтобы он чётко двигался вот по этим шагам и знал, что с него будут спрашивать. А творческие люди, они не такие. Ты с ними обсуждаешь идею, приходишь к общему согласию, какие-то основные моменты проговариваешь, а всё остальное они делают сами. И очень часто то, что они делают, ты приходишь и понимаешь, блин, так это ещё лучше, чем я хотел, чем я представлял. То есть, ты как-то начинаешь это распознавать. Поэтому есть как бы разные команды. Есть такие команды, которые построены на власть, контроль, подчинение, да, такой есть треугольник, как бы, да, власть, контроль, подчинение. Там работают роботы, им нужны такие же, как это, жёсткие менеджеры, которые их пряниками, кнутами загоняют в задачи. Там очень много стресса, они такие все напряжённые, такие все замкнутые в своей работе, да, то есть, это офис, они там все сидят в каком-то своём мерке, да, а есть другая атмосфера в офисе. Есть творческие команды. Там как бы творческая атмосфера, люди не напряжены, никто их не загоняет никакими кнутами в работу. Они работают, у них творческий офис, open space обычно, это открытое пространство. Ну, есть, конечно, менеджеры, которые следят за какими-то нездоровыми тенденциями, но там нету такой атмосферы рабства, что тебе надо власть, контроль, подчинение, если ты там шаг влево, шаг вправо, как бы провокация, прыжок на месте, как там, прыжок, расстрел, да, или шаг влево, шаг вправо, расстрел, а прыжок на месте, провокация, да, то есть, нету жёсткости, нету армии. Вот у меня был такой офис, у нас не было никакой жёсткости, никакой армии не было. Поэтому люди хотели здесь работать, хотели, как бы приходили, ну, они себя чувствовали, как дома, они чувствовали комфорта, не было прямо жёстких дедлайнов никогда. Никаких, вот, ну, я пробовал с этими жёсткими дедлайнами, люди в стрессе были, поэтому я понял, что какие-то задачи, как цветок, должны вызреть, то есть, им нужно своё время, чтобы раскрыться, как бы, поэтому я эти дедлайны делал условные, обсуждал их всегда вот с этим программистом. Понимаете? То есть, не надо вот жёстко, вот это вот всё, жёстко кнуты пряники запихивать в результаты себя или кого-то. В такой атмосфере ничего не рождается. Гениальные вещи в такой атмосфере родиться не могут. Могут какие-то просто, вот как конвейер, да, конвейеры надо какие-то делать однотипные вещи. Вот это да. А чтобы креативить и создавать какие-то вещи, нужна увлечённость, нужна творческая атмосфера, нужна раскованность, атмосфера достаточной свободы. Поэтому только в такой атмосфере могут работать увлечённые люди. Понимаете? И проблема даже не в офисе, а проблема, какая атмосфера царит в офисе. Есть компании, в которых очень творческие атмосферы. Вот в гугле это давно поняли, в Apple, в Apple, в Google. Там у них, если вы посмотрите, как построены офисы их, эти здания, там люди работают именно в таком режиме. Поэтому там лучшие специалисты, как бы, понимаете? Потому что лучшие специалисты, самые лучшие, они все творческие, они все увлечены. Они не роботы, они живые, творческие люди. Поэтому они, когда их прёт, они делают, когда их не прёт, они идут отдыхают. что-то делают, попить чай, могут даже поиграть во что-то или там. Понимаете? Поэтому никакая продуктивность, эффективность творческим людям не нужна. Она естественно происходит. Но всё случается. Ну и на этой положительной ноте я думаю будем завершать нашу трансляцию. Вот такой сегодня месседж был. Надеюсь, вам было это понятно. Что вы не ищете эффективность, вы не ищете продуктивность, вы не ищете результаты, вы ищете поток. Поток. Понимаете? Воссоединиться со своим потоком, со своим творческим состоянием, со своим увлечением. Когда вы это нащёпаете, пойдёте туда преданно, там раскроется ваше предназначение. Потому что предназначение это поток. И заранее предназначение заранее неизвестно. Это дорога, которая раскрывается под ногами. Вот. И для того, чтобы она начала раскрываться, вам нужно отойти от этого роботичного, эффективно-продуктивного подхода ради целей каких-то. Я не против целей, я ещё раз говорю. То есть здорово, когда я даю задачу своему сотруднику в направлении его увлечённости. Задача есть. В принципе, он цель понимает. Но он увлечён, он любит это всё. Поэтому он может сфокусироваться в этом потоке на какой-то цели. Но если его не прёт, если он не любит это, ну всё, тут уже эта цель особо ему мотивации не делает никакой. Это уже надо, должен, обязан. Понимаете? Так что имейте всё это в виду и используйте это понимание в своей жизни. На этом всё. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok